Всем привет! Сегодня по вашим просьбам предоставлю схему устройства, которое было названо Enigma. И при том, через некоторое время будет детальный фотоархив, как я всё это делал. Так что не переключайтесь и сможете посмотреть. А сейчас про схему. Видим на дисплее три разные схемы. То есть это основные узлы, которые имелись в конструкции. Первая вот у нас в самом нижней части это аккумулятор. То есть это то, что имелось в зарядном устройстве. Это две последовательно соединённые литий-ионовые аккумуляторы. Плюс линейный стабилизатор типа 7805, который был нужен для зарядки мобильного телефона. Он был установлен на небольшой теплоотвод. Вот так всё это дело просто. Плюс-минус от аккумулятора шли напрямую к вилке. Вот выход со стабилизатора шёл к разъёму USB. При подключении в удлинитель оказывалось у нас так, что вот в удлинителе у нас образовался постоянный ток, ну где-то 12 вольт от аккумуляторов. Сверху вот с левой части у нас имеется схемка, которая была встроена в ЛДС. Это простой двухтактный повышающий преобразователь напряжения, собранный на основе простого мультивибратора. Транзисторы тут я задействовал. ИРФ-630. От плюса тут последовательно был соединён также двухваттный резистор на 10 Ом, чтобы транзисторы не нагревались чрезмерно. Затворные два ограничительных резистора R1-R2 на 1 кОм. Ну, собственно, высоковольтный трансформатор. Трансформатор я ничего не перематывал. Взял готовый от подсветки ЖК-мониторов. На выходе у них образуется напряжение в районе 3 кВт. При прямой подаче на ЛДС, то есть в колбу, у нас лампа засвечивается. Можно и полностью засветить без особых проблем с помощью этой вот маленькой схемы. Третья схема у нас справа – это то, что находилось в цоколе лампы накаливания. Так, давайте сделаю побольше. Что у нас есть? У нас имеется вход питания плюс. Тут у нас плюс идет к средней точке трансформатора. Минус – земля общая идет к транзисторам. Так, плюс у нас через небольшую индуктивность L1 подается на среднюю точку трансформатора. Сам трансформатор рассчитан для двухтактного инвертора. Собственно, тут мы имеем двухтактный инвертор. Инвертор тут построен по принципу резонансного преобразователя. Если вот смотреть внимательно, то в силовую цепь видим параллельно подключенный конденсатор на 1 микрофарад. Желательно использовать пленочные полиприблиновые конденсаторы, например, на 160, либо 400 В, либо 250 В. Конденсатор и первичная обмотка трансформатора образуют некоторый колебательный контур. Частоту легко можно рассчитать. Транзисторы применены типа 20N60. Очень советуется использовать высоковольтные транзисторы с напряжением выше 100 В. Чем выше, тем лучше. Это полевые N-канальные транзисторы. Масса общая, то есть идет к транзисторам. Дальше у нас есть два диода. Так, давайте сделаем. Два диода. D1, D2. Это ультрафасты, например, УФ4001 с током в 1 Ампер и с обратным напряжением в 1 кВт. Точно так же два затворных резистора R3, R4, номинал 1 кОм. Мощность всех указанных резисторов 0,25 Вт. Эти резисторы желательно поменьше взять, то есть там 240 Ом, 330 Ом, 470 Ом. Ну, в общем-то, от 100 Ом до 1 кОм. Трансформатор у меня намотан на колечки. Колечко, если не ошибаюсь, от монитора было снято. Первичная обмотка состоит из 2 по 7. Ничего не рассчитывал, в общем-то, насколько помню. 2 по 7. Вторичная обмотка 140 витков, если не ошибаюсь. Ну, 140-150 витков. Насчёт диаметра провода. Первичная обмотка. Диаметр провода было 0,5 мм, 5 шин, параллельно в 5 жил. Вторичная обмотка была намотана одиночным проводом с диаметром 0,3 мм. Кольцо без проблем. Не скажу, что без проблем, но обмотки влезли в целом. Ну, собственно, готовый инвертор и вообще в наладке не нуждается. В принципе, трансформатор может быть намотан и на другом сердечнике. Можно рассчитать трансформатор тоже, принять как топологию, скажем, пуш-пул и использовать при расчёте вот именно данные, которые вы получите, скажем, частота, исходя из вот этого участка, то есть ёмкости конденсатора, индуктивности обмотки. И рассчитать под нужный вам трансформатор не критичен. Можно использовать также броневые чашки, шеобразные сердечники, там, п-образные сердечники, кольца, как в моём случае и так далее. Ну, не знаю. Можете всё это делать. В описании этого видеоролика будет небольшая папка. Можете скачать схему в целом и собирать на здоровье. Кстати, эта схема была использована в ранних моих видеороликах. На её основе мы делали с вами индукционный нагреватель. На её основе мы с вами делали беспроводную зарядку для мобильного телефона. Так что довольно-таки хорошая. И, несмотря на простоту, очень мощная схема. Мощность может доходить до 500 Вт, соответствующим, разумеется, трансформаторам, конденсаторам в этой цепи и транзисторами. Друзья, опять же, напомню, что сейчас будет фотоархив, как всё это делалось. Так что оставайтесь, не переключайтесь. Разумеется, подписывайтесь на канал. Если возникают дополнительные вопросы, то просим на форум vipschema.org, где вы без регистрации можете задать абсолютно любой вопрос, связанный с электроникой. А на этом всё. С вами, как всегда, был Акакасьян. До новых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok